Эти ограничения вызваны тем, что вдруг перенесли отношение, отношение брака, как явление, ну, я бы сказал, физического, на отношение, отношение, я бы сказал, духовного порядка. По-моему, это крайне неправомерно. Это неправомерно. Я знаю такой случай, когда, например, молодые поженили, всё нормально, у них прекрасно, они у кого-то покрестили ребёнка, и вдруг им говорят, всё, вы теперь не можете быть мужем с женой. Почему? А вы теперь, вы теперь как же, отец и мать, то есть всё, вы теперь вступили в родство, да, вступили в родство теперь между собой, крестиво одного ребёнка. Это запрещено канонами. Вы знаете, это, конечно, беда. Я думаю, что, хотя в книжках наших это опубликовано даже, но эти вещи совсем разного порядка, и здесь просто переборщили. Кстати, никаких таких ограничений церковь первого тысячелетия совершенно не знает. Во втором уже тысячелетии, позднейшем, появились очень многие такие вещи, которых никогда не было. В канонах ни Вселенских соборов, ни Поместных соборов. Они появились позднее, и вот в силу вот такой переноса одних отношений на другие, телесных, я бы сказал, на духовные, на церковные, это неправомерно. И поэтому, мне кажется, можно быть совершенно спокойным.